Трансконтейнер. Крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок в России и СНГ. Компания обслуживает более 300 тысяч маршрутов в России и за рубежом. На Мосбирже торгуются облигации Трансконтейнера. Трансконтейнер – это универсальный сухопутный грузоперевозчик. Владея огромным парком контейнеров, платформой для их перевозки, а также собственным автопарком, складами и железнодорожными терминалами, он практически не нуждается в услугах посредников. И при этом компания может перевозить абсолютно любой груз – от химической продукции до продовольственных товаров. У Трансконтейнера хорошо диверсифицированная база клиентов. 10 самых крупных из них приносят всего 33% выручки. И это здорово, потому что если кто-то из них откажется от услуг компании, это не сильно ударит по доходам. Трансконтейнер был создан в 2003 году как госкомпания, объединившая ряд активов в сфере контейнерных перевозок. Позже она продолжила работу как филиал ООО «РЖД». В 2006 году филиал был преобразован в отдельное юрлицо, которому РЖД передало 47 железнодорожных терминалов. Одно время акции компании даже торговались на московской и лондонской биржах. Однако в 2020 году Трансконтейнер провел делистинг, потому что так решила его владельца – группа «Дела», годом ранее купившая контрольный пакет акций грузоперевозчика. У компании есть ряд конкурентных преимуществ. Во-первых, высокая эффективность бизнеса. Коэффициент порожнего пробега контейнера в компании всего 14%. То есть, все остальное время они заполнены товаром и приносят выручку. Во-вторых, лидерство в ключевых сегментах рынка. Трансконтейнер – номер один на рынке и по объемам перевозки контейнеров по железной дороге, и по размеру парка фитинговых платформ. В-третьих, интеграция с портом и группой «Дела» открывает новые варианты доставки груза и уменьшает время доставки. В-четвертых, сеть собственных терминалов в крупных городах и 94 офиса по всей России отражает масштаб бизнеса, не снившийся ни одному конкуренту. Но и риски у трансконтейнера есть. Первый – инфраструктурный. Из-за постсанкционной перестройки цепочек поставок на восток пропускной мощности РЖД в восточном направлении не хватает. Второй – возможное падение тарифов на контейнерные перевозки. Третий – потенциальные санкции, из-за которых иностранные партнеры откажутся сотрудничать с компанией. Судьба компании главным образом зависит от того, как успешно будет идти переориентация грузопотока на восток и от расширения торговли с азиатскими партнерами.